Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин, и сегодня будет достаточно необычное видео. Вместе с вами я сегодня попробую сделать кушон для лица своими руками и протестирую разные интересные корейские бьюти-штучки. Так что, если вам интересно такое видео, то обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы больше не потерять мои видео. И давайте попробуем набрать под этим видео 15 тысяч пальчиков вверх, и тогда следующее видео с разными интересными штуками выйдет намного быстрее. А теперь давайте начнем! Следующая вещь выглядит вот таким вот образом. Я ее уже как-то мельком показывала в одном из своих предыдущих видео, где повторяла азиатский вирусный макияж. Кстати, если вы не видели его, то обязательно посмотрите. Это полосочки для лица, которые вы используете для того, чтобы подтянуть ваши обвисшие участки кожи. Там я использовала их в качестве того, чтобы сделать более четкую линию подбородка, то есть сделать V-line. Но сегодня я решила использовать их по другому назначению. Их можно будет прикрепить вот здесь, у кого гусиные лапки. И можно их также наклеивать вот сюда над бровью, чтобы поднимать немножко взгляд. И также я сегодня хочу попробовать их использовать вот здесь вот. То есть посмотрите, у меня носогубки достаточно ярко выраженные, поэтому я хочу вот так растянуть свое лицо. Вот так они выглядят. Они сверхсильной фиксации. И это реально те самые штучки, которые используют в разных азиатских челленджах. С виду выглядит как просто обычный пластырь. Что нужно сделать? Нужно отклеить одну сторону, наклеить на тот участок, где вы хотите, чтобы ваша кожа подтянулась. И я натягиваю эту кожу сюда, ближе к уху. И все, и приклеиваю. Прям буквально немножко, но складочка стала менее выразительная. Вот эти вот штучки можно будет снять, чтобы их не было видно. Все, теперь у нее запрещено улыбаться. Иначе все мои старания просто на смарку. Давайте с другой стороны тоже попробуем. Показываю вам свою носогубную складку. Здесь не так она ярко выражена, как на этой стороне была, но все же она есть. Клеим и натягиваем, натягиваем. После того, как натянули, начинаем заклеивать. Здесь натяжение я чувствую больше, но здесь не носогубная складка убралась, а появилась скула. Давайте вот так вот закроем, и все, никто ничего не увидит. Придется вот постоянно быть, знаете, как фарфоровая кукла. Но вот эта сторона мне нравится тем, что у меня появились скулы, и лицо какое-то стало худенькое. Итак, давайте оставим эти пластыри у меня на лице. И следующее, что я хочу попробовать, это вот такая вот штучка. И знаете, подобные, скорее всего, уже можно много где найти, но просто я их встретила в Корее и решила купить попробовать. Это силиконовая щеточка, при помощи которой вы наносите тональную основу. Помните, раньше была мода, типа разрезаешь чашечку силиконовой отливчика и начинаешь им делать макияж. Вот это что-то вроде того, но более официальное. Официальное. Щеточка достаточно мягкая и прозрачная, очень приятная на ощупь и достаточно большая. Кстати, пластыри стоили примерно 5 долларов, и, собственно, сама щеточка, насколько я помню, тоже то ли 3 доллара, то ли 5 долларов, но никак не меньше. Давайте попробуем нанести эту тональную основу, но только аккуратненько это попытаемся сделать. Так, уже что-то пошло у меня не так. Чересчур много я на одну сторону нанесла. Вот здесь, кстати говоря, у меня пластырь. Если же размазывать, она прям реально размазывается густым и толстым слоем, поэтому давайте будем вбивать. Посмотрите, как она странно вбивает тональную основу, то есть там, где есть поры или же какие-то ямочки, все смотрится довольно-таки жутко, хоть на самом деле все это так незаметно. Достаточно тяжело получается, а около носа так это вообще тяжело сделать. Смотрите, чтобы нанести тональную основу в области переносица, то есть задевается тогда какая-то часть глаза, и, то есть, получаются вот такие вот полоски. Приходится это дополнительно вот так растушевывать. Чтобы растушевать тональную основу вот в области под глазом, тоже достаточно сложно, из-за того, что округленная такая овальная форма, а не заостренная. И что я хочу сказать, что хорошо наносит эта щеточка тональное средство только лишь вот здесь, на щеках, где большая такая площадь, и на лбу. А какие-то, ну вот, маленькие зоны очень тяжело и очень-очень плотный получается слой. Вот эту щеточку, если вы когда-нибудь увидите где-нибудь на просторах интернета и захотите себе заказать, или же вообще где-нибудь, когда-нибудь встретите, никогда не покупайте, потому что, как видите, очень много заморочек. Приходится использовать дополнительное средство, чтобы что-то растушевать и вбить, а это не всегда удобно. Ну что ж, так как эта щеточка меня расстроила, мне сейчас нужно будет смыть этот слой тональной основы, потому что с таким просто невозможно ходить. И я для этого буду использовать еще одну интересную штуку. Кстати, тональная основа до такой степени закрасила мои губы, что как будто бы я вообще без них. Я хочу протестировать очень прикольную штуку. Скорее всего, вы такую уже встречали от различных других брендов, но вот эту я решила купить в Корее, потому что наткнулась на нее, и это была алиментированная коллекция. Выглядит она следующим образом, стоила всего лишь 5000 вон, это где-то 5 долларов, и ее можно использовать до 200 раз. И всего лишь за 5 секунд она смоет макияж абсолютно без всякого средства для снятия макияжа, то есть без мицеллярной воды, без геля, без пенки, без ничего. Давайте откроем. На ощупь она, знаете, очень мягкая такая, похожа на махровое полотенечко и на какую-то мягкую плюшевую игрушку. В инструкции сказано, что нужно будет просто смочить водой, за 5 секунд снять макияж, и только потом можно будет помыть и просушить. И так можно будет использовать 200 раз. Итак, давайте я сейчас еще немножко добавлю теней на глаза, чтобы понять, как эта губочка будет справляться не только с тональной основой, но и с макияжем глаз. Заметьте, я не буду использовать тушь и рисовать стрелочки, потому что, чтобы смыть такой макияж, все равно нужно будет использовать дополнительное средство. Итак, глаза я немножко подкрасила, пошла смочила вот эту тряпочку, и знаете, она настолько белоснежная, что прям вот аж жалко ее будет пачкать сейчас косметикой. Но ничего не поделать, иначе нам никак ее не протестировать. Давайте мы начнем с глаза и посмотрим, насколько она справится. Она такая мягкая, нереально просто, то есть я вот так вот провожу, и как будто бы, знаете, мягкое облачко. Но тени она смахнула очень хорошо. А теперь давайте попробуем снять тональную основу. Нет, давайте я сниму вот эту ленточку. Я просто в шоке. Вы посмотрите, вся тональная основа остается на вот этой тряпке, и она настолько мягко и хорошо снимается. И плюс ко всему чувство свежести, потому что вы сразу, получается, смоченной водой протираете кожу, и нет никаких дополнительных средств, которые нужно смывать потом, как, например, мицеллярную воду. Но в любом случае умываться нужно. Я хочу вам напомнить, что тонально основы на моем лице было очень-очень много. Вот так вот выглядит теперь тряпочка. Конечно, жалко ее, но я просто в полнейшем восторге. У меня очень чистая и нежная кожа, и тональной основы здесь нет. Прям вообще находка для меня. Реально, мне эта штука очень понравилась. Я обязательно ею буду пользоваться, когда мне это захочется. Может быть, это какая-то специальная ткань, которая впитывает в себя вот эту вот всю грязь, то, что на лице есть, включая косметику. Но сказано, что сделана из абсолютно натурального материала. Это радует. А теперь самое интересное. Я хочу сделать кушон для лица своими руками, то есть тональную основу в форме кушона. Посмотрите, какая интересная штука. Я ее тоже купила в Корее, и как только я ее увидела, я подумала, ага, это будет точно интересно. Потому что тональные основы бывают, допустим, которые вам подходят, и они как бы крутые, но они в форме обычной тональной основы. И для того, чтобы, допустим, взять с собой куда-нибудь, я не знаю, в путешествии, или же просто носить с собой в сумочке для того, чтобы поправлять макияж, можно будет теперь спокойно залить тональную основу вот в такую болванку, и все. И, кстати говоря, отличие, наверное, будет в том, что здесь, в принципе, пуховка как для кушонов. Там было несколько, по-моему, цветов. Там белый, розовый, но я решила взять розовый. В наборе идет, получается, пуховка, она одна, подушечка запасная, и подушечка основная, которая вставляется сюда в емкость, и, собственно, которая и служит тем самым кушоном. Что самое интересное, здесь также есть рефил. Я, правда, не понимаю, для чего это нужно, потому что отдельно рефилы не продаются. Но если вдруг вы найдете там, я не знаю, запаску от какого-нибудь другого кушона, который сюда подойдет, то можно спокойно будет засунуть. Как я люблю это делать на новой косметике? Снимать пленку защитную, и посмотрите, какое чистое здесь зеркальце. По качеству эта болванка, в принципе, неплохая, то есть все хорошо закрывается, и нормально. В общем, короче, мне нравится. Стоила эта штучка всего лишь 5 долларов, и давайте посмотрим, как можно будет сделать тональную основу. В инструкции было сказано, что вы должны вынуть вот эту штучку, подушечку, и залить сюда, ну, я не знаю, там, грамм 10, наверное, тональной основы. Вот примерно столько я залила сюда, и сейчас она растечется, и должна, ну, как бы равномерно распределиться по всей поверхности. После чего вам нужно взять эту подушечку и аккуратно засунуть ее сюда вовнутрь. Это самый важный шаг. Все, наш кушон готов. Теперь нужно будет аккуратно нажать на эту подушечку, и тональное средство должно выделиться. Оно выделилось, как видите, у меня, и достаточно неплохо. Я люблю тоже, когда новые кушоны вот таким вот образом, чик-чик-чик-чик-чик, делать, и тональное средство вот здесь вот. Ну что, погнали. Так, по первому впечатлению могу сказать вам, что покрытие получается очень-очень невесомое. То оно чересчур у меня плотное, то теперь невесомое. Скорее всего, это из-за того, что тональная основа у меня достаточно густая, поэтому она плохо проникает сквозь подушечку. Мне нужно, наверное, больше добавить ее, потому что, видите, она пропиталась, как бы, и все, и здесь ничего не осталось. Поэтому давайте добавим побольше. Прямо так вот добренько налила. Вот теперь, я чувствую, меня будет ждать успех. Посмотрите. Ну что ж, давайте попробуем во второй раз. И во второй раз, конечно же, тональная основа выделяется намного больше, потому что и по объему ее здесь больше. И по нанесению, посмотрите, прям как раз такое среднее, как я люблю. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Прям вообще шикарно! Пуховка, кстати говоря, достаточно мягкая, и мне это нравится. Набирается тональная основа в меру, то есть не слишком много и не слишком мало, вот прям то, что нужно. Это одна и та же тональная основа, которую я использовала, когда наносила щеточкой, и сейчас, когда я ее использую в формате кушона. Вы посмотрите, как красиво и нежно ложится покрытие, то есть вообще идеально ровно. И хочу сказать, что в формате кушона наносить тональную основу все-таки приятнее и удобнее. Но единственное, что для проблемной кожи, наверное, это будет не самый лучший вариант. Вот как испачкался спонжик, и, собственно, вот как использовалась тональная основа. Теперь можно будет ее плотно закрыть крышечкой, как обычно, положить в пуховку и закрыть. Все, оставить до следующего раза, когда я буду делать макияж. И если же, допустим, закончится кушонцем, ну то есть тональная основа, можно будет губку, которую внутри, просто выбросить, вставить туда новую и залить другую тональную основу. Ну, либо же даже, знаете, у меня есть какой лайфхак, взять какую-нибудь губку, спонжик, вырезать по такой же форме и вообще каждый раз просто абсолютно разные тональные основы туда заливать и использовать. Очень долго можно будет вот этот вот сам кушон. Из всех корейских бьюти штук, которые я купила и которые я сегодня протестировала вместе с вами, мне больше всего понравилась тряпочка для снятия макияжа. И, конечно же, вот этот кушон, который можно сделать своими руками, и у вас будет просто идеальное средство. Напишите внизу в комментариях, какой из этих четырех предметов вам понравилось больше всего и которые вы хотели бы попробовать, а, возможно, даже, может быть, и пробовали какие-то аналоги. Мне будет очень интересно почитать, обязательно смотрите мои предыдущие выпуски на этом канале, подписывайтесь на него, если вы все еще не подписаны. И увидимся с вами уже в новом видео, всем удачи и всем пока!